Доброе утро! У меня сегодня на завтра будет вот такой творог двухпроцентный. Мне малышка принесла денежку. Любимое занятие мы играем с кошельком. Так, значит, в этот творог я размяла полбанана, половинка малышка съест с каши. Ой, спасибо, доченька, спасибо. Видите, какая заботливая. Все маме несет, все в дом. Так, и посыпала я это все дело вот такой вот приправкой от Фронтьер. Это для тыквенного пирога. Здесь очень много таких ароматных именно для выпечки специй и корицы. Ну, классные. Спасибо, спасибо. У нас дай, это значит на. Вот. И вот такой вот творожок получился, кстати, очень вкусно, с кофейком. Девчонки, мы не пошли гулять. У нас такое ветрище. Малышку уложила спать, а сама сижу и думаю, может быть, мне показать вам здесь во влоге свои пустые ванночки. Их не так уж и много накопилось, но чтобы не оставлять их, давайте-ка я вам их сейчас покажу. Давайте начну вам показывать свои пустые баночки с съедобных вещей, потому что они у меня тут вот буквально на днях закончились. Смотрите, вот этот чай Greenfield Rich Ceylon. Если вы любите хороший такой черный чай, я вам могу смело его советовать. Он просто какой-то совершенно необыкновенный. Несмотря на то, что везде продается, чай шикарный. Это вот тот случай, когда вы пиваете большую кружку чая и хочется выпить еще одну. То есть, я не знаю, он настолько ароматный. Я люблю пить черный чай с лимоном и обязательно добавляю немножко сахара. Вот просто обалденный вкус, попробуйте. Вроде бы ничего особенного, но он реально очень вкусный. Вот такой вот чайок. Заказываю уже не в первый раз его на iHerb. Фирма Twannings вообще моя самая любимая. Одна из самых любимых. И вот этот вот вкус, гранат-малина, очень приятный. Здесь на основе гибискуса, он без кофеина. У меня еще и сын очень сильно любит, и я тоже. Вот этот чай. Закончился также вот такой бабушкин лукошка с шиповником. Я покупаю для малышки. Очень хороший состав, никаких сахаров, ничего здесь не содержится. Мы берем вот от этой фирмы разные чаи и постоянно, каждый день ей чередуем. Вот штуки три в наличии у меня есть, постоянно я их чередую. Так, следующее, что у меня закончилось. Вот такая вещь от марки Натура Сибирика. Черничная икра. Это биоскраб для тела. Вот так вот он выглядит, таким цветом. Знаете, спорный продукт. Вот бывает иногда скраб для тела с жесткими частичками, а толку от него очень мало. Вот это вот про него. Частички достаточно жесткие, кажется, что будет хорошо скрабировать. Но по факту, когда вы потом вот так гладите свою кожу, вы не ощущаете того лоска, который бывает от некоторых других скрабов. То есть все познается, конечно же, в сравнении. И я могу сказать, что вот этот вот скраб для тела, вот что-то в нем не доработано. Либо какие-то вот эти крупинки такого размера, что не очень хорошо полируют кожу. Но дерет хорошо, а толку нет. Вот не знаю, как вам объяснить. Короче говоря, больше покупать я его не буду. Дальше закончился вот такой у меня лосьон для тела от марки Чайко. Это детский. Знаете, я его покупала, когда малышка только родилась. И покупала я его не для нее, а для себя. Здесь большой очень объем, 500 мл. Я покупала, чтобы пользоваться после душа, и чтобы не было никаких ароматов. Пахнет очень нежно, приятно, детской присыпочкой, такой вот тальком каким-то, знаете, приятный аромат. С удовольствием я его использовала на себя. На малышку я старалась как-то вот изначально ничего лишнего не мазать, только вот в случае какой-то необходимости. Так что, если вы не любите какие-то яркие ароматы, присмотритесь вот к таким детским продуктам. Дальше у меня закончился вот такой сухой шампунь, освежающий от лошадиная сила. У него такой какой-то здесь ужасный камень внутри, или что-то такое. Вот сейчас потрясу, только не пугайтесь. Слышите, какой звон? То есть, ну вот я, например, им пользоваться не могла, когда малышка спит. А мне частенько надо вот так пораньше утром встать, привести себя в порядок. Такой звон стоит, что можно, знаете, соседей поднять вот от такого звука. Воняет он просто ужасно. Какими-то действительно лошадями. Не могу вам посоветовать этот продукт. Вот все-таки люблю я Батист и Кларан. Вот там действительно удовольствие от использования, и аромат, и эффекты все вместе. Здесь же вот что-то ужасное. Далее закончился вот такой крем для тела у меня. Это марка Терме. Я обожаю их гели для душа. И вы сейчас в этом еще раз убедитесь. Здесь 250 мл. Это взбитое масло для тела Таласо марки Терме. Вот из этих гелей для душа Терме, вот этот Таласо, запах мой самый-самый любимый. Вот так выглядел крем, слегка голубоватого такого оттенка. Аромат какой-то морской такой, очень ненавязчивый. Безумно классный крем. Совершенно недорого стоит. В Эльдебаты раньше эта марка была представлена. Сейчас, по-моему, они ее вывели или выводят. В общем, не вижу я уже нигде этой марки практически. Ну, где-то, говорят, девочки, на Вайлдборис вроде бы находили. Теперь вот смотрите. Видите вот эту батарею гелей? Это тоже марка Терме. Значит, это у меня Иланг-Ланг цветок с Филиппин. Гель для душа, потрясающий аромат. Дальше, что тут у нас еще какие? Это у нас Аюрведа с амброй и сандаловым деревом. Вообще невероятный запах. Следующее, Ломи-Ломи, это какой-то лагун-экстракт. Тоже у них все ароматы. Ну, здесь вот видите, лагуна прямо нарисована. Все ароматы такие тематические. И действительно, если вот, например, написано балийский цветок, да, с экстрактом орхидеи и рисового молочка, он вот именно будет вот эту ауру создавать. Если вы были на Бали, и вы знаете, как пахнет там в спа-салонах, вот этот вот гель для душа очень похож. Если вы были в Индии, например, и были в каком-то аюрведическом центре, то вот там пахнет вот так. То есть очень-очень классные ароматы. Такие вот они ненавязчивые. Это у меня здесь шелк с маслом макадамии. И аромат белого лотоса. Короче говоря, они все классные. У меня их было еще больше. Просто вот не вижу смысла все баночки оставлять. Показываю вам, насколько сильно я вот эти гели люблю. Так, следующее. Следующее. Покажу вам вот такие два продукта. Это у нас марка Фитокосметик. Ванна расслабляющая и ванна минеральная. Вот эти два продукта мне не понравились. Мне нравятся соли от Фитокосметик. Но вот эта вот субстанция жидкая. Непонятно, то ли это пена какая-то очень жидкая, рыхлая для ванны. Непонятно, что здесь вообще. Во-первых, очень мало. 75 миллилитров. Я считаю, для огромной ванны это ни о чем. В общем, использовала и больше не буду повторять. Ничего не поняла я, если честно. Так, и вот последние два продукта, которые у меня здесь попадаются, это вот такой вот пробничек от Локситан. Крем для ног, по-моему, да? Для ног? Да, фуд-крем. Я его использовала для рук, и мне даже для рук его было маловато. Так что кремы для Локситан, для моей сухой кожи рук, не подходят. И вот такая вот масочка у меня от марки Клэп. Мне давала косметолог, напробую ее. Значит, что это у нас? Skin Renovator. Хорошая маска. Также наносила, убирала горячим полотенчиком. Очень хорошо лицо напитанное, подтянутое. 5 минут здесь написано держать. Ну, я держала, конечно, гораздо больше. Я вообще люблю маски подольше подержать. Попробуйте. У марки Клэп, достойной марки, маски я пробовала, из линии Skin Con Cellular, тоже маску клаповскую. И вот эту от Xtreme. У них много разных, и они все достаточно хорошие. Но мои любимые патчи под глаза из серии А класс, они являются просто бестселлером лично для меня. Так, ну вот, пожалуй, все мои пустые баночки на сегодня. Не так уж и много, но зато не пришлось копить целое ведро. Так, вот он наш обед. У малышки будет вот такой супчик овощной. Тут разные-разные овощи. Курочка домашняя. А у меня будет вот такая вот дорада. Здесь у меня помидорки черри. Это шампиньоны. Кроме меня рыбу у нас дома особо никто не ест. Для них я приготовила суп, а для себя рыбу. Вот моя дорада с овощами. Лучше тоже кушаю то овощи. Обурчики, помидорки. Приятного всем аппетита! Ну а у меня сейчас будет время релакса, потому что муж взял ребенка, и они пошли гулять. Я сейчас себе напущу в ванну и буду просто минут 20 лежать с закрытыми глазами и балдеть. На волосы я сейчас нанесла себе вот такую маску. Предварительно помыла голову. Это же живая маска, которую я привезла с Крыма. У нее консистенция очень необычная. Вот как яблочное пюре неженка. Знаете, такое вот яблоки со сливками. Цвет такой яблочно-молочный. И по запаху она потрясающая. Мне кажется, что она будет очень классно потом воздействовать на волосы. И будет хороший результат. Потому что я уже это чувствовала руками, когда я ее распределяла. В общем, ее нужно держать аж 25 минут. И тут состав просто бомбический. Правда, расходуется очень быстро. 140 грамм у меня уже половины нет. Но я так щедро наношу всегда. Не экономлю. А на лице у меня сегодня вот такая масочка. Тоже с Крыма, которую я привезла. Шоколадница для сухой и чувствительной кожи. Эта серия у нас лифтинг и глубокое увлажнение. Вы не подумайте, что это грязь. Это не грязь, это шоколад. Она очень-очень приятно ощущается на лице. Я, кстати, маски всегда наношу и на шею. И вот здесь вот на уши. Потому что, кстати сказать, возраст выдает ваш не шея. Потому что вот эти вот кольца Венеры, это ошибочное предположение, что они выдают ваш возраст. Выдают возраст дряблая шея. А кольца Венеры, они бывают у девочек даже у подростков. Вот у меня вот они, например, с детства. И они ни больше, ни меньше не становятся пока что. Вот есть и есть. Я как бы на них вообще не обращаю внимания. А вот здесь вот, где мочки ушей, у многих уже такая дряблая кожа. Я, кстати, замечаю даже на своих подругах-одноклассницах. Вот такие вещи. Но я всегда вот сюда наношу все и сыворотки, и кремы. И делаю массаж вот этой области, и маски. Поэтому вы тоже всегда обращайте внимание на это место. Вот ушки спереди, сзади ушей. Надо обязательно тоже за ними ухаживать. Так, в общем, вот эта маска, да, на мне сейчас. Далее, после того, как из ванны выйду, все смою. Кстати, вот такими вот салфетками я смываю. И Катулс у меня и Элемис. Два вида мне нравятся. И вот эту сыворотку хочу опять нанести со скваланом. Мне она очень нравится. У меня, кстати, две таких. Я же себе вторую еще купила. Потому что она потрясающая. Кстати, девочки, кто купил уже себе крымскую косметику, ну, по моим, скажем так, рекомендациям, хотя я не рекомендую, я просто показала то, что я себе взяла. Отпишитесь, пожалуйста, что вам понравилось, а что нет. Мне будет очень интересно услышать. Ну, а я хочу с вами попрощаться. Вот так вот прошел незаметно, пролетел, можно сказать, наш день. Я сейчас в ванну и желаю вам всем всего самого наилучшего. Всем пока!